Ренат Ибрагимов Ренат Ибрагимов Ренат Ибрагимов Ренат Ибрагимов Ренат Ибрагимов Русская народная песня окрасился месяц багрянцам. Ренат Ибрагимов Ренат Ибрагимов Редакимов Ренат Ибрагимов 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 Вот на обратной стороне, посмотрите, пожалуйста, значит, там написаны две песни моих. Это «Когда уходит любовь» на стихи Андрея Дементьева и «Такова жизнь» на стихи Онегина Гаджика Симова. Ну, Андрей Дементьев в то время прославился на песнях, которые исполнял Евгений Мартынов. «Аленушка, я тебя своей Аленушкой зову», там, значит, «Лебединая верность», «Ты прости меня, любимая» и, конечно, «Яблони в цвету». «Яблони в цвету». Вот, эти песни были очень востребованы, чрезвычайно востребованы, потому что я в то время работал в «Мама» – это система, клубная система, где мы, артисты, музыканты, ансамблем работали. Вот я в ансамбле в этом проработал пять лет в то время, начиная с 76-го, 75-го года по 80-й. И мы, я приходилось, мне все эти песни много-много раз петь, и в том числе и Мартынова на стихи Андрея Дементьева. Вот эта пластинка, да, она была как бы пилотным проектом в то время, по ней определяли популярность, и после неё уже запустили в торговлю вот следующую, уже вот с такой обложкой. Видите, Ренат Ибрагимов, вот, и тут также вот на обороте две моих песни. Вот, вторая песня на стихи Онегина Гаджикасимова «Такова жизнь» – это уже песня, которую Ренат заказал мне как бы музыку. Вот, сделай мне такую песню в стиле Джона Сена, он попросил меня. И я ему прекрасно это сделал, ему очень понравилось, и вот он записал. Онегин Гаджикасимов – это, конечно, тоже величайший поэт того времени. Ну, вспомните, говорят, что некрасиво, 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 Алёшкина любовь, да, значит, эта песня была хитом, выпущена более миллионным тиражом «Грампластинок» в исполнении Леонида Бергера из ансамбля «Весёлые ребята». Вот, ну, Муслим Магомаев пел песни на стихи Онегина Гаджикасимова «Фиалки», «Ты, уходя, оставляешь мне всегда, не поцелуй, а фиалок лишь букет». Помните такие песни? Ну, допустим, «Льёт ли тёплый дождь, падает ли снег?» Помните, пел Валерий Абадзинский? Это тоже стихи Онегина Гаджикасимова. Представляете, с какими людьми мне посчастливилось вместе поработать. А вот первый диск «Гигант» от «В краю магнолий», в котором уже четыре моих песни на стихи Владимира Харитонова. Вот они, можете почитать. Кто такой Владимир Харитонов, напоминаю, это великий мастер, поэт, который написал стихи к песне «День Победы». Этот день Победы порохом пропах, представляете? А из старых песен это «Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить». Значит, ну, допустим, «Мой адрес не дома, не улица, мой адрес Советский Союз, ансамбль самоцветы». Представляете, с какими людьми я в то время не просто соприкасался как-то, а работал. Работал непосредственно, приезжал к ним домой, сидел, подбирал эту музыку. В общем, об этом я ещё как-то сделаю отдельные передачи, именно о поэтах. А сегодня речь идёт только о моём друге Ренате Ибрагимове. Вот такая пластинка. Смотрите, вот ещё одну. Это вот диск, который выпустил Владимир Харитонов. Замечательная пластинка, она называется «Сто лет назад». И здесь он включил в свой авторский альбом две наших песни с Ренатом. А значит, не обошёл я стороной и творчества татарского фолклора, татарской музыки. Вот пластинка, значит, она называется «Омута алмым», значит, «Забыть не в силах», как бы, да. И здесь вообще-то даже пять песен моих. Но скажу по правде, это уже, пожалуй, самая поздняя пластинка. Кстати, мне подвернулась ещё пластинка. Вот это Альберт Асадулин. Тоже мой хороший приятель по старым временам. Здесь тоже две моих песни. Значит, ну что я скажу. Я их включил в свой авторский диск. Вот сейчас я вам покажу. Вот такая пластинка у меня вышла, значит, где-то, наверное, в 85-м, 86-м, наверное, году. Здесь собраны уже все разные певцы. Римма Ибрагимова, Ренат Ибрагимов, Альберт Асадулин, Равиль Харисов. Значит, основной поэт был Горяй Рахим. Что я вспоминаю в связи с этой пластиной? Вот Хания, она всё время стояла перед микрофоном, когда объявляла. Она показывала вот эту вот, именно эту самую пластинку, потому что она, видите, вот уже старенькая. Она её показывала и показывала на меня, и говорила, наш композитор Ревка Сайфудинов, значит, я выходил, кланялся на концертах вот в Казани, в Уфе мы выступали. Ну, в течение двух лет это всё было. И она объявляла очень конкретно и очень громко на татарском языке, значит, а сейчас послушайте песню на его музыку и на мои стихи. Петряч Турандайжер, она у нас так сначала называлась, Петряч. Так она и зарегистрирована в московском авторском обществе. В девяностом году ещё, где Хания расписалась, что она автор слов только. Обратите внимание. А потом, к большому сожалению, вышла её вот такая вот, CD-диск такой, где она меня убрала и присвоила как бы себе, не только она, это, видимо, с мужем всё это сделали, с окружением. Вот там ещё был такой в татарстанском авторском обществе Зуфар Хайреддинов. Вот с его тоже подачи вот это всё сделали, потому что на его имя было заявление написано. И украли. И вот мне очень неприятно о Хании рассказывать вот такие слова, тем более, что она умерла. Но придётся, потому что здесь поругана моя честь. Меня оболгали, как только могли, понимаете, во всех в интервью, вообще меня убрали. Все фильмы на телевидении, видео наши, концерт вот этот, где она показывает пластинку мою, представляет меня в качестве композитора, песни Петрячь, понимаете? А сама объявляет, что она только слова. Всё это убрали, всё это стёрли. Это мои знакомые журналисты сейчас мне об этом поведали, понимаете? Все концы как бы в воду скрыли, и вот эта пластинка, вот я когда ездил в консерваторию, сдавал экзамены заочно, всегда звучали мои песни по радио, всегда. Там и Асадуллин пел, и Ренат Ибрагимов пел, и Равиль Харисов пел регулярно. Понимаете, как только вот это вот всё произошло, меня и на радио убрали, и везде, везде вообще, вообще я как бы утопленник у вас там сейчас в Казани. Вот я пытаюсь вынырнуть наружу, понимаете? И я сейчас заявляю в полный голос, что вы ещё не очень хорошие слова мои Ахния услышите, несмотря на то, что её сейчас нет, но я вам скажу так, я на завершающем этапе, на финишной прямой, и я обязан сделать это. И потому что мне хочется уйти из жизни достойно. Я никогда не врал, никого не обманывал. А меня оболгали, обокрали, и, знаете, это очень неприятно всё. И поэтому, как говорят о покойниках, либо хорошо говорить, либо ничего, кроме правды. И вот эту правду вы ещё вам предстоит услышать. Я до неё доберусь. А сейчас пока сегодня только о Ренате. Всё самое хорошее, потому что он мой самый близкий друг из вот этой всей среды. А значит, видите, я уже занял очень много времени, поэтому сегодня наша передача вот этому и посвящена. Просто дискографии. А следующая передача будет уже непосредственно фрагменты из наших совместных интересных жизненных моментов. Ну вот на этом я хотел бы распрощаться с вами. Обязательно подписывайтесь, смотрите моё телевидение по пятницам. И следующая передача будет в следующую пятницу. Я желаю всем вам добра, всего самого наилучшего. В моём положении, в моём возрасте мне нет смысла что-то приукрашивать и что-то врать, как вот это произошло с ханейой. Жалко её. Она запуталась. И на самом деле, конечно, это дело надо исправлять всем миром, потому что возвеличили её до небес. Я понимаю, что народ, в целом общественность её любит, память от ней должна сохраниться. Но надо кое-что исправить. Вот так. Всего вам хорошего. До новых встреч. Саумовас. И втасляр. Пока. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова